Салют, чуваки, с вами Киит, и мы с вами возвращаемся в прохождение за Римского Легионера. А перед тем, как мы начнем, хотелось бы передать приветствие и мою благодарность спонсорам канала. Если ты тоже хочешь попасть в этот элитный отряд, то ссылочка в описании. Сейчас мы с вами отражаем нападение армии Палаиков на Саргот. Наконец-таки основные наши силы пришли в земли Палаиков, и сейчас мы начнем их понемножечку уничтожать. Битва на с вами 1500 на 700, что-то в этом диапазоне сражаемся, как я уже сказал, против Палаиков. Но соотношение сил явно-явно неравное, пацаны как будто, знаете, только-только армию собрали и сразу решили брать город, и шансов у них как бы просто нет. Я еще не знаю, как поставить наших стрелков так, чтобы минимизировать потери с нашей стороны. Здесь какие-то дурацкие холмы и вот прочая хрень, которая, ну, явно нам не помогает в этом деле. Поставим где-то здесь. Вроде тут у нас самые крупные стычки, хотя можно, знаете, даже в спину поставить противнику наших стрелков, потому что противник-то будет отступать. А, ну да, у него же еще подкрепление, я не буду совсем про них забыл. Ну да, все же, вот здесь вот на фланге будет самое оптимальное, потому что иначе наших стрелков бы просто-напросто здесь зажали с двух сторон, а это неприемлемо, сами понимаете. А так они будут спокойно настреливать по всяким кавалеристам, пешкам и прочей нечисти, которая решит напасть на наших доблестных солдат, куда я кинул копье, черт его дери. Ну ладно. По лайке уже начали наемников нанимать, вот что-то новенькое. Так, наши тут что, как себя ведут? Хорошо. Да, битвы проводят, противников убивают. Что еще нужно? Потом по статистике посмотрим, насколько хорошо они себя показали, если показали вовсе. Тут еще прибытие. Но, блин, видите, все скатывается вот в эту низину, весьма неудобную для наших ребят. Это плохо. Если бы наши немножко отступили, мы бы стрелками им просто шикарно смогли помочь. А так, ну, просто страдать, слово совсем. Ладненько. Давайте двинем куда-нибудь на другую позицию. Я предлагаю двинуть нашим ребяткам вот сюда. Я считаю, что позиция идеальная. Да, немножко нашим навешивают, безусловно, но показать они себя здесь тоже смогут, потому что противника здесь просто много, мягко говоря. То есть вот отсюда наваливать вон туда, то есть 100 метров справятся даже пращики. Главное, чтобы они быстро сменили позицию и начали настреливать по всем, кто вот-вот уже начнет покидать свои боевые позиции и будет вообще конфетка. Ну и самому бы еще не отлететь в процессе вот этой вот дислокации с точки на точку. Ну, в общем, это да, шикарная победа, то есть тройное преимущество, вообще круто, да, потеряли малеха, даже я потерял 10 человек. Это у нас кто были? А, ну это все чуваки ближнего боя, стрелков мы вообще не потеряли. То есть ни я, ни моя армия, потому что я ими управлял, типа вот так вот надо. Конечно, жаль, что я потерял 10 человек, но, учитывая, какие здесь идут битвы, это все мелочи. Стоп, Сианон, у нас отбили Сианон. А, или он и был дальше имперским, но суть в том, что наша армия идет вообще не туда. То есть они решают защищать от Северной Империи замок Герсега, что вообще не вписывается в мои планы. Я тут с полайками как бы воюю, о, я еще и забагал, все потрясающе. Ну, в общем, мне нужно будет найти полайков и как-то им всыпать, но после того, как я исправлю вот этот вот баг. Так как все наши армии в данный момент направлены, к сожалению, на Северную Империю, придется быстренько помочь нашим союзничкам захватить этот долбанный Сианон и пойти уже заниматься полайками. Так что я решил к ним присоединиться, подоспел я как раз к самому концу осады, противника осталось уже 70 человек. Я решил, что че бы не поучаствовать, почему бы и нет. Вот. Соскучился я немножко по осадам, по вот этому дурацкому затыкиванию. Ну, на самом деле, мне это прям нравится. Никаке, никакого, как сказать там. Ничего делать-то особо не надо, просто стоишь, дотыкаешь и нифига он увернул с ним, вы видели? Хорош, хорош прям. Вот, ничего делать особо не надо, просто стоишь, спокойно тыкаешь противников, убиваешь, потом прорываешься, ну и дальше веселишься. В общем, релакс. Правда, сейчас меня закидывают каким-то говном, я ни одного человека еще не убил, зато потерял уже половину здоровья. Так, давайте-ка в ближний бой, чтобы я хоть увидел, кого я тут тыкаю, зачем и почему. Серьезно, вот так вот просто, вот так вот просто, меня просто застрелили как какого-то, какое-то животное, если угодно. Ладно, к такому я не был готов, но пес с ним пусть заканчивает саду самостоятельно, а мы с вами, ну, подождем, куда же та армия двинется дальше. Очередная не очень равная битва с полайками, и что-то мне подсказывает, что сейчас она закончится не лучше, чем в предыдущей серии. Но, я постараюсь. По идее, мы как бы защищающиеся, если б наши пацаны сразу встали на защиту, не выделывались, не бегали бы. Я бы смог спокойно поставить стрелков, и мы бы перебили этих засранцев, но что-то пошло не так. Кавалерия у нас как будто недостаток какой-то, один отряд на 35 человека, у них по 40 с каждого фланга, я вот думаю, что нам здесь будет очень-очень, и еще раз очень больно. Поэтому, я не знаю, что делать, я поставлю, конечно, своих тут как-нибудь, но сомневаюсь, что любое построение, если бы как-то сроляет, то ведь здесь вагон кавалерии, как ни крути. Даже если стрелки будут что-то делать, то есть шанс того, что кавалерия просто влетит, затопчет, и даже глазом не моргнет. Так что, я хз, что тут делать, честно. Сюда бы холмик, было бы круто, но холмика здесь нету, это не круто. Хотя вот нет, кстати, наоборот. О, слушайте, а вражеские пацаны-то пошли вот здесь, то есть они сосредоточились на наших пешках, в то время как стрелки их заваливают всякими метательными штуковинами. Если дальше так пойдет, то мы очень неплохо сможем навалить, по крайней мере, первое время дальше посмотрим. Главное, чтобы кавалерия не обратила внимание на наших стрелков и не понеслась галопом на них, а понеслась на пешек, против которых у них шанс по минимуму. Попасть в щит, но надо так умудриться, конечно. Победитель по жизни. Так, кыш, кыш, кыша, сарайские ублюдки на верблюдах. Так, все, ты без верблюда, поздравляю. Тебя понизили, падла. И тебя понизили. Благо, верблюдах в хп мало очень, поэтому любая тычка для них практически смертельна. Ну, с древкового... Нет, серьезно, меня обманули. Ну ладно, мелочи. Потому что наши стрелки сейчас наваливают, неплохо наваливают. Кстати, у нас даже преимущество какое-никакое вырисовывается здесь, я вижу. Давайте наши немножко поближе поставим, потому что противников здесь дофига. На наши, ну, не все, как бы, в отстреле участвуют. Поэтому, так, с какой стороны-то вас поставить, ёшкин-матрёшкин? Я даже не знаю. Давайте вот так, полагаю. Думаю, будет неплохо. Не идеально, но все же получше, чем сейчас. Хотя бы все будут участвовать в этом долбаном обстреле, так что... А, зараза, повернул неожиданно. Он мне еще и навалить умудрился. Ничего себе он прикольный пацанчик. Так, ну, наши отстрелы ведут, это хорошо. Противник в основном бьет в... Как раз-таки в наше кольцо щитов. Так что все по кайфу. То есть мы еще и побеждаем с значительным таким преимуществом. Ну, пешки наши все обосрались. Зато наши стрелки, ну, то есть которыми я управлял, естественно, они показали себя довольно неплохо. Осталось, конечно, довольно-таки много еще вражеских стрелков, которые могут здесь поднасрать. Безусловно, могут. Но они этого пока не делают. Тут непонятно бы каким причинам. Еще кавалеристы есть, которые тоже как бы могут, но что-то не спешат. Так, наши пешки поперлись в атаку. Видимо, почувствовали в себе силу божью или типа того. Я даже не знаю, как хорошо над этим делом пошутить. Потому что если бы не стрелки, которыми я управляю, мы были бы в заднице. А, ну, противника осталось 20 человек. У меня одних стрелков только 130, а пешек 90. Значит, это было не напрасно. И мне просто показалось, что противника гораздо больше, чем есть на самом деле. Ну и отлично. Отличное командование. И мы победили. Вопрос лишь, сколько моих пешек просрали союзники. 12 пешек. Так, и стрелков среди них нету вообще. То есть просрали в основном пешек во время этого кольца. Но, на самом деле, все грамот. То есть противник отвлекался чисто на пешек, чисто их долбил. А стрелки спокойно сбоку изничтожили противника. Я считаю, битва хорошая. Хотя изначально я думал, что мы обосремся. Но, видите, здесь как зависит. Если бы мне стрелков не дали бы под командование, мы бы стопудово обосрались. А так, повезло, я бы сказал. Очередная стычка с армией полайков. Но в этот раз... А, нет, мы, кстати, все еще не атакующие. Что-то мне показалось. Видимо, заглючил я немножечко. Но, ладно, раз меня атакующие, так вообще кайф. Спокойно сможем здесь встать и навалить противнику. Просто где только встать. Так, чтобы не кавалерия вражеская, не щукаить. Мерзость до нас не добралась. В остальном, в принципе, все как бы по кайфу. Сейчас давайте попробуем как-то их вот так расставить, если угодно. Наших стрелков в день и вообще... О, они еще плетутся и плетутся. Ясненько. А вот такого огромного круга я вообще не ожидал. Честно. Нахрена он нужен? Понять не могу. Так же, если честно. Ну, ладно, типа... Пусть стоит. Не знаю. Очень странный кружок. Честная пионерская. Как бы наших здесь расставить? Да падлы со своими камнями вы достали. Ёлки-палки. Ну, сколько можно? Камни, 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 камни. Паскуды. Паскудники. Ладно. Может... Блин, ну здесь кавалерия, стрелки. Че-то много здесь народ на этом фланге. Я просто думал всех сюда перебросить. Как я и сказал, народу что-то слишком много. Мне прям не нравится. Что кавалерия может затоптать стрелков. И как бы свести на нет вообще все, что я тут пытаюсь сделать. Видите, верболюды сраные нас нападают. Пробили наших пеших пацанов. Поэтому нужно немножко отступить. Потому что стрелков у меня тут тоже довольно-таки много. Тут, видите, еще и кавалерия врезалась вместе с пехотой. Нужно спасти тех, кого еще можно спасти стрелков. Пусть они наваливают по наступающему противнику. Так будет, ну, неплохо. Их хорошо, ну, просто неплохо. Реально, че так до хрена у них кавалерии? Должны были их порвать в щи, а тут прям что-то этот... Ребятки явно как-то хорошо настроились. Ну, или наши полные дебилы я вот не вырубаю пока что происходящее. Где еще враги тут, не поймешь. Просто некоторые подвид имперских вояк. У них щиты похожи на... То ли на палайков, то ли на драйков. Ну, в общем, похожи. Поэтому я постоянно этих козлов путаю, пытаюсь их прибить. А у них совсем другие щиты, то есть не с цветами Римской империи. Прямо напрягает эта тема. Так, здесь вообще, че происходит? Вот в Акханале. Ну, че еще, в принципе, на массовой военной стычке может происходить. А по стрелкам, че, наши хоть пытаются как-то поднасрать противнику или... Не, нафиг. Видимо, да. Как-то наши нужно перестроить, я вот чувствую. Хотя, не, у них тут перестрелка стенка на стенку со стрелками. Пока, думаю, не стоит. Мы только сейчас зря людей будем терять. Потому что они будут двигаться, а противник будет стоять и стрелять себе спокойно. Это же не кодные лучники. Чтобы заниматься перемещением в такой ответственный момент. Ну, в итоге, опять же, благодаря стрелкам мы здесь победили. Пешки сотворили какую-то неведомую херню. Мягко говоря. Вот вообще не понял, че это за хрень была. Но, ладно. Главное, что у нас с вами победа. И чуваки в моем подчинении, ну, не сдохли все. За это, как говорится, уже респект. Так, остался один чувачок. Видимо, кавалерист. Я практически в этом уверен. Даже два. Нужно сейчас пойти, забить этих... Котин. И все, как бы завершать битву. А где ты? Нормально так. Телепортация. Человечек просто-напросто исчез. Куда-то на край карты. Он, видимо, убегает отсюда. Поэтому он исчез. Хотя... Нет. Не убегает. Ну, теперь, в принципе, и не убежит без своей лошади. Я сделал для этого все. Может, ты сдохнешь уже. Вот и все. Элитный скаут. Драйкский. Так, я потерял 20 человек в этой вообще стычке. Бесполезно. Там еще вторая вражеская армия, между прочим. Которая тоже имеет шанс там навалить. Мои пацаны убили 122 человека из 300. То есть третью била моя небольшая армия. Ну, потому что, да, мои стрелки это просто пушка. Здесь как бы все понятно. Но все равно действия от имперских командиров довольно-таки бездумные. И, к сожалению, из-за этого мода я, типа, не вассал. И нанимать, вернее, собирать армии самим могу. Хотя влияние у моего клана вагона маленькая тележка. Мне еще подогнали четырех лордов. Правда, двое из них это наемники. Не из Бенези. Хотя, может, из Бенези Вала или еще какой-то фракции. Неважно. Может, Гилман. Но суть в том, что они покойники. Это факт. Здесь чем-то интересное есть. С турские, морские. Нет, типа, наемников. Да, можно нанимать. А всяких стургов, драйков и другие, короче, фракции. Не, ну нафиг. Так, вот еще одна вражеская армия, которая предпочитает оборовывать деревню. Вместо того, чтобы помочь своим союзникам. Кстати, мы еще Лекарон себе отбили. Это очень хорошо. Прям вообще по кайфу. Давайте посмотрим вообще на территории имперские. Так, ну Сианон пытаются отбить. Ну вот нам бы еще Амитатис себе вернуть. И вернули бы себе как бы все изначальные территории. А потом я бы на месте главных. Просто заключил бы мир Северной Империи. Порвал бы Драйк. Ой, порвал бы Палаек. Потом Драйк. Потом бы вернулся к Северной Империи. И порвал бы еще их. Но это я. А это они. Но что-то пока, вижу, не намечается каких-то крутых эпичных стычек. Поэтому мы сейчас с вами подождем. Пока наши пацаны восстановят силы. Армия пересоберется. Или я вступлю в новую армию. В принципе, не особо важно. Здесь еще целых три есть. Так что вариантов у меня дофига и больше. И повоюем с кем-нибудь. Ну и, пожалуй, наверное, последняя стычка с Палаеками на сегодня. Битва будет довольно-таки жаркой. Нужно просто выбрать, где поставить моих пацанов. Чтобы кавалерия их не разбила. Потому что своей кавалерии у нас почти что нет. Ну, по сравнению с противником. У него ее в два раза больше. Поэтому нужно понять, на какой фланг поедет наша кавалерия. Чтобы она нас там защитила. Ну, наших стрелков. И поставить их тоже нужно грамотно. Это тоже таща наука, если честно. Здесь вагон деревьев. Нет, все же тот фланг более привлекательный. Как мне кажется. Давайте туда и поставим. Так, а противник у нас еще защищающийся, что ли? Действительно. Это вообще отлично. Значит, значит что? Значит мы с вами можем поставить наших пацанов. Грубо говоря, вот так. И начать наваливать. Начать наваливать только в путь. Поставить, конечно, немножко поближе. Ну, типа вот такого, да? Чтобы проблемы с холмом не было там. И еще какой-то херни. Вот здесь поставим. И все наши парни будут видеть противника. Его обстреляют, как я сказал. Единственная проблема, это все еще кавалерия. Вражеская вот эта вот. Эти вот 40 человек, которые могут спокойно смести наших стрелков. Ну, не прям сразу. Но навалять они им точно смогут. Поэтому пока стрелки стоят вон там. Я так просто прикидывал, где их поставить. А пока пусть теременкают здесь. Уже летят какие-то снаряды в меня. По мелочи, конечно. Но все же. Скорое количество увеличится. И велика вероятность того, что прилетят они мне по голове. Что было бы неприятно. Немножко туда смещаемся. Раз кавалеристы отступают. В принципе, пока они нам не угрозы. Чего бы не встать покрасивее-то, а? Правильно ведь? Так, хорошо. Отстрел пошел. В большинстве своем идет, конечно, в кавалерию. Но это тоже неплохо. Кавалерия нам будет довольно-таки сильно докучать. Так что сидим перед ним. Кстати, почему-то наши не двигаются практически. Пехота. Не знаю, на что они рассчитывают на перестрелку какую-то. Но ее не будет, потому что мы с кавалерией разбираемся. Мы немножечко заняты, знаете ли. Так, и что у нас тут? Движняк, межняк. Нормально, в общем. Главное, чтобы наши доставали, попадали. А остальное уже мелочи. Но реально дофига верблюдов. Видимо, Джавалы здесь. Да, Джавал, точняк. Джавальские пацаны решили здесь обосноваться. У полайков. Довольно-таки глупое решение. Кстати, у них много наемных фракций. Сколько там? Три, что ли, да? Ну, типа, я знаю, что у королевства игрока может быть три. А вот у противника, у искусственного интеллекта, я черт его знает. Сколько там может быть кланов наемников? Потому что я как-то видел четыре или пять. Поэтому я в спорных ощущениях. Я хотел своих поставить, чтобы они пехоту помутузили немножко. А Джавалы, походу, решили сюда как-то напасть или типа того, не знаю. Ну, в общем, ничего хорошего они не решили для нас. Так что нужно сейчас эту кавалерию быстро перевалить. Как видите, получается довольно-таки неплохо. Верблюды довольно слабые животные по здоровью. Поэтому наши здесь довольно неплохо. Их всех тут раскидывают, выкидывают. То есть стрелки налегке расправляются с большинством кавалеристов, что хорошо, конечно же. Безусловно. Я еще помогаю здесь по мере возможности. Типа все, под 40 кавалеристов. Осталось человек 13. Эти пешки уже, а не кавалеристы. Так что на релаксе мы на это дело вообще смотрим, если честно. Ну и все. Теперь здесь размещаем всех наших стрелков. Да, у противника возможно появится подкрепление. Я вот не уверен по численности. Хотя маловероятно. Вот. Размещаем своих пацанов. Пусть разбираются с пешками, с остатками кавалерии. Со всеми, короче, с кем можно разобраться без особых проблем. Ну и вот. И пусть начинается отстрел этих животных. Пешки наши отдыхают. Пешки противников под обстрелом с двух сторон. То есть от наших пешек металки, от нас тоже стрелы, камни и прочая хрень. Еще один вижу. Тут Джавал. Решил умереть раньше времени. Нет, я-то ему помогу. И это парень добрый, конечно. Но обидно, что он тут встрял так сказать в наш диалог с противником. Ну, кстати, вот моя армия потеряла 0,0 человек. Так что это отлично. Хорошая победа как для армии. Ну, что обычно бывает, когда я командую стрелками. Что и для меня. Что бывает довольно-таки редко. Потому что мои союзнички очень любят подвергать опасности моих воинов. Но сейчас вроде все чики-пуки. Так что я спокоен. Перемещаем своих пацанов сюда. Чтобы ловить уже отступающих. Ну и быстренько сейчас закончим. С остатками палайкской армии. Ну и в принципе все. То есть они еще где-то игровой месяц. Не смогут собрать хорошую армию. так от 500 человек. Это радует. Так что единственная армия которая у нас здесь осталась в этих землях должна как-то сейчас что-то захватывать. Нужно пользоваться моментом. Раз уж мы разбили все палайкской армии. И парочку лордов я здесь еще убил. Ну то есть за эту серию человек 8. Если быть точным. Хоть половина из них и наемники конечно. Но все равно приятный бонус. Вот еще бонус. Это будет третий джавалл который я казню за эту серию. Надо будет посмотреть что у них там вообще с кланом происходит. Уничтожил ли я его полностью или же пополнился как-то этот клан обобранцем или типа того. Надо будет изучить этот момент. Может чем-нибудь интересненькое мы с вами и увидим в этом плане. Так вот он клан жаваллов. Почему-то мертво всего лишь два лордика еще два жива. Видимо как-то они все же пополняются но через определенный промежуток времени. А если за этот промежуток времени успеть уничтожить весь клан то есть всех четырех пять его членов то клан будет полностью уничтожен так что нужно стараться это сделать. Ладно что знам господа продолжим все дело в следующей серии а у меня на этом все с вами был Кит и всем пока